Накануне в городе над Бугом состоялось открытое судебное заседание. На скамье подсудимых молодой человек 1988 года рождения, для которого, к сожалению, ни строгое законодательство, не грозившее ему конфискации автомобиля и большой штраф, не стали основанием для того, чтобы лишний раз задуматься перед тем, как сесть за руль. Ранее, в августе 2014 года, данный гражданин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.16 КОАП и за данное правонарушение в отношении него было наложено административное взыскание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством. Однако, в течение года после наложения взыскания за данное правонарушение, данный гражданин на путь исправления не встал и повторно совершил правонарушение. В частности, он передал управление транспортным средством лицо, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Во время судебного процесса молодой человек вину не отрицал, хотя в его положении это было бы бесполезно. Свой поступок нарушитель мотивировал тем, что не знал обо всех нюансах нововведений в законодательство. Именно поэтому, приняв на грудь, сел за руль не сам, а предложил своему товарищу, который, к слову, тоже был под шофе, отвезти его. Однако, закон одинаков для всех, поэтому наказание за свой поступок нарушитель получил. Правда, благодаря смягчающим обстоятельствам, максимальные меры удалось избежать. Суд применяет, также считает необходимым применить специальную конфискацию транспортного средства дохода государства. На основании изложенного руководства и статьями 345-369 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь суд приговорил Киселева Олега Петровича признать виновным по части 1 статьи 317 Прим Уголовного кодекса Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное утверждение открытого типа с лишением права на управление транспортным средством сроком на 5 лет и со штрафом в размере 100 базовых величин или 18 миллионов рублей. Подвигло это водка, проклятая, которую употреблять больше не буду, это уже назначено. Ну, водка губит, поэтому прошу, конечно. Но в моем примере больше так не делать, это уже видно, что очень ужесточают и, думаю, правильно делают, потому что бороться нужно. За судебным процессом в зале заседаний наблюдали потенциальные нарушители, те, кто уже лишен права управления автомобилем за употребление алкоголя перед поездкой. После заседания с этой категорией граждан была проведена профилактическая беседа с участием сотрудников госавтоинспекции. К сожалению, случай, когда за рулем автомобиля сидит водитель под шофе, все-таки пока не редкость. Но очень важно помнить о том, что стоит за человеческой халатностью. Всего судом Брестского района в 2014 году дел данной категории рассмотрено 18. По правилам нарушения правил дорожного движения, где обычное нетредственное состояние, рассмотрели 13 уголовных дел. По 18 делам, поскольку предусмотрена специальная конфискация, все транспортные средства были конфискованы в доходы государства и реализованы. То есть от их реализации средства пошли в бюджет. Хотелось показать остальным жителям района, которые уже однажды переступили закон и понесли административное изыскание, что это больше делать нельзя, что возможны другие последствия, уже уголовно наказуемо, уголовно-правовые последствия.